Этому кандидату 53 года. Он рассказал, что по контракту служить решил сам. Говорит, родину защищать нужно. У него есть взрослые дети и даже внучка. Но живут они в другом городе. О том, что уходит, родным не рассказал. Смотрю телевизор. Молодые мальчишки гибнут. Я свою пожил вроде. Надо родину защищать. Сегодня он пришел сдавать документы. Заполнить анкету сразу же пройдет медкомиссию. А результаты будут уже в пятницу. Сдают все анализы. Буквально на следующий день мы получаем результаты анализов. В любом случае приглашаем кандидатов. Если они все положительные и кандидат имеет возможность уже идти по службе по контракту, то приглашает его в военкомат, в тот же кабинет, пункт отбора, где он подписывает уже соответствующие документы и контракты. Также штаб оказывает помощь семьям кандидатов. Отличных данных о семье, о детях, о родителях, у кого какие есть проблемы, возможно. То есть эта информация вся собирается, аккумулируется. И мы в штабе уже эту информацию получаем. И, естественно, в дальнейшем реагируем на эти действия. Если человек подписывает контракт, то дальше уже работаем мы с семьей. То есть у нас эта работа активно ведется. Бойцам при заключении контракта полагается единовременное пособие в размере 190-50 тысяч рублей. Предусмотрено оказание помощи от предприятий до 300 тысяч рублей. Для определенных категорий военнослужащих предусмотрены дополнительные выплаты 105 тысяч рублей от ДОСА. Бонусом становится возможность быстрого получения жилья за счет Министерства обороны. Кроме того, есть социальные льготы и гарантии. Для получения помощи семьям военнослужащих следует обратиться в специальный штаб. Он находится в молодежном центре. На сегодняшний день рассматриваются кандидаты мужчины до 60 лет, женщины, которые имеют медицинский профиль и другие военно-учетные специальности дефицитные до 45 лет. Пройти медосмотр и сдать документы можно за один день. Здесь же в военкомате. Для сдачи анализа выделяют автомобиль и сопровождающего. Специалисты ведут прием желающих по будням в рабочее время. Горячая линия 117 работает круглосуточно. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, Новость Юго-Востока.